Приветствую всех. Разберем задачку. Задачка тепловая, нестационарная. Расчет будем производить в программе ANSYS. Итак, в чем заключается задача? Изначально у нас был некий порошкообразный материал, засыпка, который мы где-то в каком-то месте нагрели до 150 градусов. Затем подсушенный до 150 градусов этот образец, пересыпали футерованную с боковой поверхности. Вот видим вот этим ярко-желтым цветом, это у нас имитация футеровки. Засыпали сюда наш подсушенный материал до 150 градусов. Предварительно на дне находилась тепловая плита, комфорка, разогретая до 300 градусов. Затем в засыпанную образец устанавливалось 5 термопар с шагом 15 миллиметров. И процесс нагрева образца доводили до стационарного. То есть вот такую задачку мы сейчас попробуем просчитать в программке ANSYS. Так, предварительно я написал скрипт. И сейчас пошагово посмотрим, как эта задача решается. Первые две команды, title, trans, ну мы просто внизу будем видеть надпись trans, что она будет нам напоминать о том, что наша задача не стационарная. И входим в препроцессор. Копируем эти две команды. Вставляем Enter. После того, как мы вошли в препроцессор, у нас появляется возможность работать в нем и строить нашу геометрию. Вот эти четыре строчки, они нам делают реверс рабочего стола. Айфон у нас, видим, стал белый. Следующий шаг. Мы должны выбрать материал конечных элементов. Для нагреваемого материала и для теплоизоляции. У нас два материала в модели мы будем создавать. Поэтому задаем два материала. Внесли в базу. Также мы должны задать свойства нашим материалам. Вот свойства с цифрой 1 будут относиться к материалу 1. Свойства с цифрой 2 будут относиться к материалу 2. Первое. КАЭКС-ИКС это коэффициент теплопроводности. То есть у нашего материала коэффициент теплопроводности 0,4. Плотность 1200. Теплоемкость 800. Соответственно, у изоляции у нее коэффициент теплопроводности меньше, чем у нашего материала 0,08. Плотность побольше 1560. И теплоемкость у нее чуть побольше 840. Вот эти свойства мы копируем. Вставляем. Внесли. Создаем нашу модель. Создали. У нас задача оси симметричная. Поэтому мы будем ее решать в двухмерной постановке. И решать будем половину задачи. Ответную половину смысла нет решать. Так как задача, повторюсь, у нас оси симметричная. Так, вот этими командами мы склеиваем наши поверхности. А вот этой командой нам смп, арея и нам смп, лайн. Мы просто назначаем нумерацию заново нашим площадям и линиям. Это можно делать, можно не делать. Но я это делаю потому, чтобы нумерация не имела пробельных элементов. То есть иногда, когда вы сделали какую-то операцию, там удалили что-то, у вас вот эти линии, они как бы выпали уже из модели и не используются. И поэтому у вас в нумерации есть разрыв вот такой. Чтобы ее исключить, мы должны заново перенумеровать площади и линии. Вот этим самым мы и сделали. Так, выбираем, ну вот смотрим. Так, вот этой командой мы говорим, что мы хотим видеть напорядковые номера площади и линии. Площадь 1 у нас наша засыпка, площадь 2 это наша футировка. Выбираем нашу площадь 1 и ей с помощью команды аатт назначаем, вот единица это конечный элемент 1 и единица это свойство. Вот все что с единицей, это будет назначено ей. Так, заносим все наши свойства и конечный элемент присвоились вот этой модельке. И так же самое делаем со второй площади, назначаем ей наше свойство. Назначили. Так, дальше, следующим шагом нам нужно наложить сетку. Предварительно мы все наши линии бьем на величину 3 мм. Вот видно, что все наши линии, они такими стали штрихпунктирными линиями, что говорит, что мы сделали разбивку наших линий. И дальше идет вот этот блок команд, мы накладываем сетку. В дальнейших роликах я более подробно расскажу, вот про значение промежуточных команд здесь останавливаться не буду. Просто вот этот блок, он предназначен был для наложения сетки. И теперь переходим к препроцессору solution. Здесь мы указываем то, что мы хотим видеть все результаты. У нас нестационарная задача, вот эта команда назначает нестационарную задачу. То в сет 273 мы говорим, что у нас температура градусов Цельсия, не Кельвины. Вот это учитывается, что мы отчет ведем не от абсолютного нуля, а наш ноль это 273 градуса по Кельвину. И у них 150, это то, что изначально у нас вот это материал имеет 150 градусов. Копируем. Вставляем. Есть. Далее идут наложения граничных слоев. Убираем Линию 1 Линия 1 И на нее накладываем 300 градусов. Вот видно Эти вот треугольнички Говорят, что вот тут, где у нас материал находится У него будет 300 градусов, то есть имитируем нашу комфорку. Выбираем остальные линии и говорим, что они у нас контактят с внешней средой, то есть конвективные имеют характер. Омываются с коэффициентом теплодачи 12 Ватт на метр квадратный, а температура внешней среды 25 градусов. Выбираем все. Дальше Командой time 3 600 секунд Мы говорим, что Это наш период по времени, Который мы хотим рассмотреть решение. DelTime это шаг нашего решения. Ну и solve это непосредственно решение задачи. Все решаем. Жмем enter И ждем, пока нам программа решит. Спасибо. Спасибо за просмотр! Так, всплывающий. Следующее окно Solutions Done свидетельствует о том, что безошибочно у нас осуществился расчет нашей модели. И теперь мы переходим к просмотру наших температур. Здесь вот этот блок команд, тоже поговорим про команды Ensole, PLOR, как-нибудь в отдельных роликах. Здесь что могу сказать, вот если на модель мы начнем смотреть точки, и видеть нумерацию точек, вот наша ось. И вот видим, здесь вот у нас находится точка 1. Вот точка 1, потом идет точка 110. И потом пошел вот с шагом 106. Это те точки, где у нас по эксперименту должны находиться термопары. 106, 101, ну и так далее. То есть мы их вносим, как бы в базу, и PLOR, вот по вот этим вот нумерациям. Мы строим график. Давайте сейчас посмотрим, короче, что делают эти команды. Вот, смотрим. По цвету ориентируемся вот по нашей данным. Вот, как кем, на какому цвету соответствует какая температура. И вот здесь видно, что к какому узлу был присвоен, ну, та или иная температура. В общем, легенда. И по этой легенде видно, что, ну, чем ближе температура, чем ближе точка была к источнику нагрева, тем быстрее она уходила на стационарное значение. И вот по графику нам нужна была, то есть цель расчета, смысл. Нам нужно было определить время, когда установка нашей нагрева приобретает стационарный характер. Ну, и вот по графику, вот сами можете ценить, когда у нас наступает стационарный момент. Ну, грубо говоря, вот 2000 секунд. Так, 2000 секунд, ну, это, что там получается. Примерно 30 минут, то есть 30 минут требуется для стационарного, для выхода на стационарный режим работы. Все, всем спасибо, урок окончен.